Здравствуйте уже зрители! Итак, я использовал порошок мускатного ореха, который был использован для создания ликера. Ядерный ликер, конечно. В общем, он уже был использован, проспиртован, промыт как бы спиртом. И вот этот порошок к нему добавлен. Ну да, я, кстати, ранее говорил, что не хочу портить реактор органикой и так далее. Вот я взял одноразовый маленький реактор и зажарил это за денек. Добавлял я в этот порошок такие элементы, как кремний и натрий. Таким образом можно сказать, что это сплав этого органического материала со стеклом. Во время спекания выброс дыма был не такой большой, как я боялся. Хотя вытяжка у меня, в принципе, справляется. Так, и во время... Всплавление, спекание... Он воспламенялся. Аналогичная ситуация, когда я магний добавлял. То есть магний же горит на воздухе. И это тоже органика, обычно тоже горит. И вот он воспламенялся. А сейчас я опять же этот же порошок спекаю, но с добавлением алюминия и хлора. И поэтому... Ну да, и он тоже воспламеняется, но цвет пламени вот у этого желтый или оранжевый. А сейчас, который с алюминием, фиолетовый цвет пламени. Такой интересный. Язычок 10-сантиметровый. Где-то пару-тройку сантиметров в диаметре. Фиолетовое такое интересное пламя. И почему оно фиолетовое, непонятно. Хлор, что ли, дает? Ну, в общем, я не знаю. Короче, чем больше добавок в этот порошок, тем больше получается этого, ну, грубо говоря, материала. А когда добавок мало, он практически сгорает. Обугливается и там все черное. Ну, конечно, там много было обугленного. Я его как бы отложил в одну емкость, чтобы, возможно, потом еще его доработать. Здесь, кстати, на этих частях еще вот эти вот черные обугленные. моменты, которые я не отмыл. Вот этот кусок от реактора завалялся. Металл. Он расплавился там. И еще, наверное, может быть, я попробую кофе. У меня есть кофе. Я собирал заварку кофе, которая уже без сахара, которая заваренная была уже. Но когда этот кофе жжется, оно так воняет. Ну, ничего. Для теста можно попробовать. Вот. 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 ноги. Здесь. Некоторые части, они легкие. плавают на воде соответственно они хрупкие и сюда также могут попадать и металла от реактора спасибо за внимание спасибо за внимание